Это, так сказать, прикидка. Теперь давайте делать из этого доказательства. Ну вот, мы уже стали рассуждать про прямые. На некоторых много точек, на некоторых мало. Давайте введем такую функцию. Она считает число точек на прямой. Вот у меня прямая y-х равна лямбда x. Давайте n-лябда это количество точек из-за крестка на прямой y-х равна лямбда x. Давайте эти прямые упорядочим. Давайте рассмотрим прямые. y равно лямбда 1x, y равно лямбда sx. s, между прочим, равно a поделить на a. Давайте я задам такой вопрос. Что будет, если я сложу все вот эти числа n-лябда 1, n-лябда s? Почему это работает? Мощность декартового произведения. Правильно. Молодец. Это просто будет равно числу точек декарта произведения. Правильно, да? Ну, я посчитал, сколько точек на этот прямой, на этот прямой, на этот. Получил общее число точек, а квадрат. Правда? Мы с этой суммой будем работать. Вот она равна а квадрат. По несчастным прямым, на которых мало точек, и по таким, так сказать, нормальным. Давайте первая сумма, это у меня будет по тем же, что n лямбда gt меньше, чем а квадрат поделить на 2а-а. То есть число точек на этих прямых маленьких. В нашем идеальном мире среднее число точек, это а квадрат поделить на а, да? А это еще в два раза меньше. Это значит, прямые, у которых очень мало точек. Меньше, чем среднее число. В два раза. Если это прямые, у которых мало точек, конечно, на них, на самих, в совокупности, то очень мало. Запишем. Смотрите. В этой сумме число, если обтажитая маленькая, оно меньше, чем а квадрат поделить на 2а поделить на а. И еще мне нужно умножить на число слагаемое, которое есть просто вес, а с это у меня а поделить на а. Вторую сумму я оставлю. Продолжим. Вес. Это то же самое, что а поделить на а, поэтому это будет а квадрат пополам. Плюс оставшаяся сумма. Что же произошло? Смотрите, количество точек на этих точечниках прямых, оно меньше, чем общее число точек в два раза. Ну, значит, на вот этих вот толстеньких прямых точек, по крайней мере, а квадрат пополам. Если здесь меньше половин, там больше половин. Правильно? Ну, то есть, нормально я пишу, значит, отсюда. Число n для афтожитая. Пошли. n для афтожитая. Больше, чем а квадрат пополам. Все, вот это наш вывод. И давайте его закупим. Можно уже приступать к собственным доказательствам. Наши прикидки, вот с этим идеальным миром, мы брали все прямые. А теперь давайте возьмем только вот эти вот толстые прямые. Не все прямые вида y равно лям на x, а только толстые. Ну, например, вот это толстые и вот это толстые. А вот это уже, например, не берем, а точка. Да? Следующая прямая, толстая, например, вот. Итак, мы берем только толстые прямые. И теперь сектором мы будем называть сектор между двумя толстыми прямыми. Понятно, да? То есть между вот этими прямыми могут быть какие-то точники, но мы это игнорируем. Хорошо? Так. Мы берем этот сектор и также рассматриваем вот эти вот крестики, которые порождены точками одной толстой прямой и точками другой толстой прямой. Хорошо? Давайте посмотрим, что получится. Конечно, число крестиков, оно сверху будет оценено а плюс а в квадрате. Правда же? Потому что, ну, если общее число крестиков оценивается, то и вот это вот, так же оценивается. Правильно, да? Вот. А как же оценивается число крестиков снизу? И число крестиков, оно, с одной стороны, не больше, чем а плюс а в квадрате, а с другой стороны, сумма N лямбда, N лямбда штрит, лямбда, лямбда штрит, это соседние или последовательные толстые прямые. Толстые. То есть вот это вот лямбда, а вот это вот лямбда. Согласны, да? Давайте оценивать эту сумму снизу. Ну, смотрите, какое определение толстой прямой? Что на ней, по крайней мере, а квадрат на 2а поделить на а дольше. Правильно? И значит, я могу заменить вот это вот величину, оценить ее снизу, а квадрат поделить на 2а поделить на а. Правильно? Да и эту могу, но я вот только одну. А квадрат 2а поделить на а. И осталось, что у меня сумма N лямбда, лямбда толстая. А какой знак стоит между N лямбда и N лямбда штриха? Умножить. Смотрите, мы же берем N лямбда и X, мы берем Y крану лямбда и X, Y крану лямбда и N штриха, порождаем крестики там. Это мы посчитали уже, это число будет равно сколько здесь точек, да? Н лямбда умножить на сколько здесь точек. Правильно? Поэтому умножить. Хорошо. Лямбда по толстым прямым. Как-то так. У нас же тут запас. У нас же вот эта вот сумма. Снизу оценивается, а квадрат поделить на а. N от лямбда по толстым прямым. Правильно? Но не совсем, да? Опять тут нужно аккуратно. Понимаете, лямбда и лямбда штрих – это две соседних прямые. Да? Ну, значит, на самом деле, вот в этой сумме я не по всем толстым прямым суммирую. Потому что последнюю-то я не просуммирую. Правильно? Последнюю, самого верха. Правильно, да? Вот. Поэтому это не совсем вот та сумма, которая написана. Но давайте напишем, что что есть. Значит, это не меньше, чем а квадрат на 2а поделить на а. Вот эта сумма – это а квадрат пополам. Минус число точек на вот эту вот последнюю толстую прямую. Правильно? А сколько, вы думаете, может быть максимум точек на а-толстую прямую? Не больше, чем а. Не больше, чем а. И, значит, это величина, число точек на последней прямой. Не больше, чем а. Правильно? Смотрите, вот у этого уравнения х и у прибегают на 2а. Вот, сколько по х я однозначно восстанавливаю у, да? То сколько и скоб, только тут решение. То есть 500 не больше а. Правильно? Выражение в скобах не меньше, чем а квадрат на 4. Потому что вот эта, значит, величина а квадратичная, это линейная. Ясно, что это что-то так не есть. Ну, а формально можно сказать, что это так, если а, скажем, больше 4 по мощности. Правильно? Ну, а не сложно сообразить, что теорема, которую мы доказываем, для а по мощности 1, 2 и 3, она верна. Можно, например, воспользоваться левой, с которой мы сегодня знаем. А плюс а, уж по крайней мере, 2 минус 1. Хорошо. Значит, что же получилось? У нас получилось а в четвертой на 8а поделить на а. И получается, что вот в этом нашем идеальном мире, так сказать, идеально заключалось в том, что оценка всего лишь была вот на константу, на эту восьмерку лучше. Она такая же оценка. Если мы соединим с верхней, эту нижнюю оценку, мы получим, что а плюс а в квадрате на а поделить на а больше, чем а в четвертой на 8. Если мы вспомним, что m это максимум из а плюс а поделить на а, то мы получаем, что m в кубе больше, чем а в квадрате на а поделить на а. И значит, m больше, чем а в четыре третьих квадрата. Все, все доказательство.